Еда, иероглиф, проездной иероглиф, все иероглифы. Чуть такой профсоюз, нам не надо. Очень страшно, а? Не сразу, сначала было весело. Ощущение, что теперь все будет хорошо. Быстренько обсудим. Подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Подкаст быстренько обсудим. Всем привет. Общаемся с выпускниками МГПУ на самые интересные темы. Сегодня у нас в гостях Алена Павлова, был президент Ассоциации развития синологии. Бам! Алена, привет! Это бам и вау, да. Мы расскажем, что такое синология, хотя вы, наверное, знаете, что это такое. Я очень надеюсь. Да, давай сразу, что такое синология? Синология, на самом деле, это примерно то же самое, что китаеведение, но только синология — это термин из латинского языка. И на самом деле он был в ходу до революции. Тоже было общество синологов. И оно, в принципе, то появляется, то исчезает, это слово. Но мы его выбрали, на самом деле, по самой простой причине. Китаеведение было уже занято. Мы как-то выбирали название, это был очень тяжелый период. Мы как только не миксовали слова. И китаеведение уже как бы везде присутствовало. Ну и плюс есть, честно, сама не знаю, это анекдот или это действительно так, что китайская страна не очень хорошо относится к слову китаеведение. Ну, типа, ведение китаем. Но я думаю, это из-за того, что они не очень разбираются в более ранних этапах русского языка, потому что ведение означает знание, познание китая. Но им кажется, что это ближе к слову управления. То есть в этом плане. Я слышала такую историю. Ну и, в общем, мы постались сделать какое-то слово, которое бы звучало интересно, и при этом было абсолютно нейтральным. Синология — очень научное слово, а мы из этих кругов, так что хорошо. — Интересный был бы эксперимент, если подходить к людям на улице и спрашивать, а как вы относитесь к синологам? — Ой, боже, нет. — Они такие говорят, не-не-не, мы таким не занимаемся, спасибо. Вот они там, пусть этим на Западе занимаются, вот это все. — Это тоже. — Мы сегодня поговорим про ассоциацию, да, чем занимается ассоциация. Может быть, к ней можно присоединяться каким-то образом студентам, да, которые изучают китайский язык. Всем, кто интересуется. — Всем, кому больше 18 лет, всем можно. — 18 плюс. — Да. — 18 плюс сегодня. — Ну, сегодня будет много банальных вопросов про китайский язык, очевидно, про Китай, но я предлагаю так, от меня банальный вопрос, а у тебя такие классные ответы. — Окей, договорились. — Не банальный ответ. — Окей, договорились. — Ну, первый вопрос к тебе, ты знаешь все про китайский язык, ты знаешь все про Китай. Вообще, насколько сложно учить китайский язык? Для меня, я когда вижу, ну, иероглифы, у меня есть ощущение, что это могут сделать только гении или люди с какими-то тремя головными мозгами, ну, потому что это невозможно, как, как. Это сложно? — Тоже иногда так думаю, что это невозможно, но как-то же мы это сделали. На самом деле, китайский язык, если сравнивать для нас, для русскоязычного изучения, предположим, английского и китайского языков, китайский, конечно, потребует больше усилий, в разы больше усилий, просто сразу хоп, 10 какой-нибудь степени, потому что наш язык принципиально отличается от китайского. Вот если мы спросим у корейцев, на что им сложнее будет учить английский или китайский, они очень сильно задумаются, потому что для них китайский, ну, ближе, они тоже графичные более-менее язык, хотя это не иероглифик, это слоговое письмо, но все равно им как бы нет таких жутких сложностей, какими сталкиваемся мы. Но если начинать постепенно, по чуть-чуть, все время развивать в себе этот интерес, то его вполне реально выучить. Полтора миллиарда китайцев разной степени интеллектуальной насыщенности выучили свой язык, я считаю, что мы не хуже, тоже вполне можем. — Полтора миллиарда — это только те, кто в Китае живут? — Это же невероятная цифра. — Вообще, мы сейчас здесь сидим вдвоем, а вот если бы мы были в Китае, нам бы здесь было 20. — То есть в России 150 миллионов, так вы бы говорите, плюс-минус. — Получается, в Китае в 10 раз больше. — 10 раз больше. — А, и территория раза в два. — Ну, не в два раза меньше. На самом деле территория тоже достаточно большая, но для проживания годная не вся, там очень много высокогорья. Ну, и в России, на самом деле, тоже не вся территория комфортна для проживания, поэтому сопоставимы, я думаю, по территории. Ну, там высокая плотность населения, значительно выше, чем у нас. — Ну, конечно. Ну, полтора миллиарда. — Ну, а как ты решила учить китайский тогда, раз это так сложно? Зачем? Пошла бы на менеджера. — Привет, менеджера. — Я начала учить китайский язык, когда мне было 11 лет. Я выбрала это сама. У меня дедушка индонезист, у него была большая коллекция разных книг. Там японские учебники, китайские учебники, ну, старые, советские, конечно же. Почему? Потому что в работе, судя по всему, было нужно, но эти языки живут. Давно вместе там бывает что-нибудь такое подать. И я начала с японского. Я открыла учебник японского. Как мне потом сказали коллеги, какой-то очень старый, там, по-русски тут транскрипция. Выучила сама пару уроков. Они сказали, звучит как-то неприлично на слух. Попробуй китайский. Не открываешь китайский, там в учебниках такие иероглифы красивые такие написаны. Как они происходили, вот эти вот древние знаки, тайные письмена. В этот момент по телевизору идет Лара Крофт, там всякий Диана Джонс. И тут я открываю учебник, в котором распознаются все эти тайны. Ну какой 11-летний ребенок может перед этим устоять? Невозможно. И потихонечку шаг за шагом было очень трудно. Я помню, я плакала над аудиозаписями, когда мне давали задание расшифровать, что там написано. Ужас какой-то. Я тоже даю такое задание сейчас. Это кошмар. Им очень тяжело. То есть с 11 лет ты учишь китайский? Ну это не так, что ты там каждую неделю что-то учишь. Раз в неделю, раз в месяц. Как хобби. И мне кажется, это меня спасло, потому что у меня не было вот этой бешеной нагрузки, что обязательно надо учить. Это просто не убило желание. Потом я поступала с китайским языком сюда, в МГПУ. И последние полтора года перед поступлением, конечно, были очень тяжелые. Потому что китайский все было. Все вокруг один китайский. Просто больше ничего не было. Если бы я вот так училась с 11 лет, я бы никогда в жизни не пошла на китайский. Но я должна сказать, что у всех китаистов, всех, кто учат китайский, всегда там через какое-то время наступает вот это вот состояние «надо бросать». Все. То есть как бы все. Наверное, надо уже заканчивать с этим. И если ты вот этот кризис определенной ступени переживаешь, то дальше ты как бы просто идешь ступенечку вверх. И вот так бесконечно в гору. Ползешь, ползешь, ползешь. Да ползаешь до вершины. Такой. Я царь горы. Я знаю китайский. Такой. Выдохнул, вытер пот. Пойдем. Глаза там еще выше. Люди, которые в России, например, кандидаты наук, кто занимается китайским. У тебя же тоже степень есть, да? Да, есть степень. Кандидаты в филологический наук. Да. То есть вот у вас есть степени, есть доктора наук, которые китайские. А вот если сравнить, например, с так называемым идеальным знанием китайского с той стороны, да? Вот насколько хорошо вы знаете язык? Наука и знание языка – это немножко разные вещи. Мы же кандидаты филологических наук, мы лингвисты. То есть мы знаем лингвистику. У нас нет степени по языку. Язык – это экзамены, достижения в переводческом поприще. Хорошо, я конкретизирую вопрос. Внезапно вы оказываетесь, например, ты оказываешься в пекинском баре где-то часов в восемь, и там какая-то тусовка китайцев нашего возраста, и они что-то обсуждают. Ты сможешь подключиться к этому разговору совершенно спокойно, влезть, сказать свое мнение, поднять, что они говорят, то есть какие-то локальные темы? Не сто процентов, потому что что-то я просто не пойму из-за их очень сильного пекинского акцента. Особенно если это будет мужчина, они вообще с произношением бывают. Это разные диалекты, да, еще? Есть такое, да. И в целом, да, спокойно. А в МГПУ как учат китайскому? Всех везде учат стандартному, правильному государственному китайскому языку, так же, как везде учат правильному русскому языку. Все остальное мы доучиваем в баре. Мы же не учим русский разговорный. Конечно, мы тоже не учим русский разговорный. Мы на нем разговариваем. Мы не учим русский разговорный. Вот это открытие. Ай! Сейчас паузу сделаем на часики, я это переварю. Да, а как тогда? Они приезжают, потом студенты на стажировку, и как... Это же тяжело. И так тяжело. Да, это тяжело. Еще идеальный диалект. Ну, диалект, на самом деле, это такая более периферийная часть, потому что в Пекине, в Шанхае, в Гуанчжоу, в центре города все будут приезжие, все будут говорить, стараться на нормативном путунха. Потому что, значит, как понять для друга. Но, в целом, да, на периферии я все время открываю в шоковом состоянии для себя ощущение незнания китайского языка, когда приезжаешь в какую-нибудь деревню, а там две бабушки на рынке такие... Вы вставили в час? Чё, что же такое? Блин, 15 лет. Почти уже скоро 20 лет, и что они говорят... И понятно, что они говорят. А разница в диалекте, как болван, в китайском будут размышлять. Разница в диалекте она такая же, как когда американцы прикалываются над андличанами... Между французами и итальянцами. А, вот так. Ну, то есть это совсем разница. Ух ты. Ну, это классно. Ну, это классно. Это классно. Нет, на самом деле это здорово, потому что ты всегда чувствуешь, что впереди еще такая большая дорога. Ты ее, конечно, никогда не пройдешь до конца, но всегда есть что-то интересное. Китай, китайский всегда тебя удивляет. Но диалекты и история про произношение. Пишут, что они все одинаковые. Произношение, лексика. В некоторых диалектах есть собственная иероглифика. Ну, не все. Не все так страшно. Все так ужасно. Ну, там не все иероглифы. Там 100, 150, 200, 300 знаков. Ну, это как бы не очень много. Ну, повседневно там отрицания какие-нибудь специальные. Еще названием родственников и так подобное. На самом деле, со временем, когда ты постоянно общаешься с китайцами, ты привыкаешь ко многому. Ну, к произношению специфическому. Потому что они по Тунхуа говорят, жители центрального Китая, например. Но они-то думают, что они говорят чисто по Тунхуа. Ты думаешь, нет, диктор на кассете говорил гораздо лучше, чем ты. Потому что есть влияние диалектов. Ну, оно все меньше и меньше, потому что все люди, где-то 35 и моложе, они все с детства учатся на Патунхуа. Их учителя говорили на Патунхуа. Там телевидение, кино, все на Патунхуа. Но вот, например, если ты приезжаешь, там, допустим, в Штаты и попадаешь в Чайна-таун, там нет Патунхуа. То есть там полное погружение в диалектную реальность. А они на каком говорят? А там из разных провинций они приезжают. Ну, на Кантонском очень распространено, на диалекте У много, на Хака много говорят. Но иероглифика, она спасает. Иероглифика, хоть и традиционный там иероглиф. Как вообще получилась такая история про Чайна-тауны? Вот русские же тоже в США создают эти вот типа Брайтон-Бич, да, история поселений. Это как бы фишка Америки, США, что это они как бы создают условия вот этих, ну, общин. Они создают условия. Это китайская тема. Не-не-не, они, я думаю, изначально вообще Америка, в принципе, общинное государство. Во-первых, практически общинное. У них даже европейцы, которые переселялись в Америку, они же тоже селились компактно. И есть там штаты, где, допустим, выходцы большинство из Австрии, Германии, большинство из Шотландии и так далее, по-прежнему. Ну и приезжающие туда люди на заработки, конечно, было удобнее селиться с близкими. То есть в других мегаполисах мира Париж, Берлин, Чайна-таунах нет? Есть тоже? Тоже есть. Ну просто американские, мне кажется, самые раскрученные, и они не самые большие, но все же хотят поехать в Мэйго, в прекрасную страну, как это дословно переводится. Но это еще и политика, потому что, например, в Москве есть политика, наоборот, сделать все так, чтобы не получилось вот этих вот анклавов. Мне кажется, это хорошо, потому что люди интегрируются, они все равно получаются. Это такая сила сближения человека с человеком. Но все равно как-то более рассеянное, это хорошо на самом деле. Это и полезно для тех, кто приезжает, например, учиться, они должны интегрироваться. И так легче, конечно, гораздо. Ну и нет такого, что вот там кварталы вас, как в Париже, да, кварталами боятся там полицейские заезжать в кварталы, потому что там что-то. Ну, я себе не представляю, что в Москве такое было, конечно, ужас. Мне бы не хотелось. Как будто бы история про национальный срез. То есть есть многонациональная страна, есть национальные республики, и вроде бы Москва, и вот Европейская Россия, центральный округ, это, грубо говоря, сейчас это, может быть, не очень корректно произведение, территория обитания русского населения. Если сейчас здесь создавать кварталы, да, как будто бы будет какая-то такая история. Вернемся к китайскому языку. Вот если тебе слегка за 35, а есть ли смысл начинать? Или это тяжело? Можно за принца выйти, а можно китайский начать учить, кто что выбирает. Нормально. У меня недавно был такой запрос. Дедушке 92 года, и меня просили порекомендовать ему учебные пособия по китайскому языку. Человек хочет, интересуется, почему бы нет, на самом деле, чем полезно. И чем старше, тем полезнее. Так что просто будут другие подходы к изучению, а так в целом никаких ограничений. Я бы даже не стала начинать, вот я начала в 11, и я бы давала китайский, может быть, чуть-чуть позже, там, 12, 13, 14 лет, потому что есть определенные вещи, которые легко выучить в детстве. Можно начинать хоть с нуля. Но если это твой не первый язык, и ты на нем постоянно не общаешься, то чуть-чуть старше, чуть-чуть легче. Чуть-чуть. Ну, тебе повезло, у тебя же фактор, была семейный фактор, если... Меня в семье не говорят на восточных языках. Ну, ты же был папа-индонезист. Дед, индонезист, но мне никогда не учил индонезийскому. Ну, да, но когда есть в семье человек, который сам специалист на этом, то есть какая-то группая культура в семье вот этого дела, да? Нет, у меня как-то в семье это не сложилось, культура, но у меня, наоборот, была поддержка, и никто как бы не удивлялся этому. Нет такого, что, ой, какой кошмар, у меня в школе обычно говорили, какое у тебя фриковое хобби. Вот я говорю, да ладно, нормально, хобби. Вот я тогда знала, я была умнее всех. Я это сейчас чувствую. А это наша викторина. О чем тогда знала Алена, и вот, да, напишите в комментариях. Такой вопрос, несмотря на то, что училась в МГПУ, закончила, есть отношения с университетом, да, вообще, я думаю, не проблема сейчас будет посоветовать нашим зрителям, которые не учатся в МГПУ. Вот если я хочу изучать китайский язык, ну, например, в Москве, вот какие есть, у абитуриента есть пять вузов, куда подать документы можно, какие есть пять университетов, которые, ну, МГПУ понятно, как бы мы не можем не включить, но и поэтому не будем обсуждать сами о себе, да, неприлично. Куда еще можно подать документы? В Москве 16 вузов на осень прошлого года, где китайский язык звучит прямо мощно. Давай обидим 11 вузов. Обидим 11? Здесь, на самом деле, будет зависеть от того, какое вы хотите дополнительное образование, потому что чисто языковое образование — это тренд, уходящий в прошлое. Сейчас никому не нужны люди, просто знающие китайский язык. Нужны люди с профессией, знающие китайский язык. Поэтому здесь стоит задаться вопросом, кем я хочу быть и усилить себя знанием китайского языка. Потому что если ты выбираешь, ну, условно, китайский язык, чистый китайский язык, ты должен понять, ты будешь лингвист, переводчик, может быть, там по литературе пойдешь дальше работать. То есть мы тоже как бы не совсем чистый язык, мы же еще и лингвисты здесь, и сейчас, я знаю, там, бакалавры, востоковеды. Я, правда, до сих пор не знаю, кто такие востоковеды, но неважно, востоковеды и переводчики. Есть такие. Да, странные. А, и педагоги. Сейчас три же, да, у нас направление в МГПУ. Это же специальности, а китайский язык их как бы профилирует сразу и усиливает. Поэтому назвать, ну, например, если вы хотите по экономической, по финансовой части идти, у вас есть выбор. Там финансовый университет, МГУ есть, по-моему, и в Вышке тоже, кстати, да, есть интересная специальность бизнес в Азии. Вот, там тоже китайский язык. Если вы хотите переводческий профиль, тоже нужно выбирать. Ну, МГЛУ, понятно, мы все его знаем. МГПУ тоже хорошие ребята, выпускаются достаточно на уровне сильных. МГУ, ИСА, естественно, даже без него. У нас там еще есть специализированные разные вузы со своими особенностями. Высшая школа экономики, по-моему, тоже готовит переводчиков, если я не ошибаюсь. Ну, то есть генеральный совет как бы не акцентировать внимание на самом языке, а посмотреть связку с профессией, да, вот прикладная какая-то история. У нас ведь была в этом подкасте тоже выпускница МГПУ, тоже китайский язык, которая в итоге нашла себя в ритейле одежды, работает с дизайнерами. Мы, конечно, сейчас на экран выведем какой-то скриншотик с изображением того подкаста. Да, и это, ну, известный у молодежи бренд одежды. И да, общается с китайскими поставщиками. И язык как бы, я думаю, это очень хорошо поднимает ценник такого сотрудника, ну, на рынке, то есть знать китайский язык, общаться. Класс, супер. А давай поговорим об ассоциации развития синологии. Зачем сама ты ее создавала? Что это за ассоциация? Чем вы занимаетесь? И как нам туда всем вступить, если есть желание? Если есть желание. Я уже готова. Вступайте все. Лучше те, кто знает китайский язык. Особенно те, кто знает китайский язык. Просто больше преференций, бонусов те, кто знает китайский язык, естественно, потому что профильная ассоциация. Я начала это дело, но я начала его не одна, с коллегами вместе. И зачем мы это сделали? Был такой непростой год, 2017 год, когда, я почему-то на разных конференциях за рубежом постоянно попадалась такая нехорошая тенденция. Когда говорили, вот китайский, там в Миле, там в Италии известная традиция, там известная традиция. А про нас никто ничего не говорил. Было обидно. В конце того лета я уже прям не выдержала. Говорю, слушайте, мы 400 лет изучаем китай. Ну так или иначе, в разных ипостасах. Они такие, да ладно? Я говорю, да. Он говорит, ну выступите, типа, у нас на конференции. Я, естественно, выступила. И пока вот этот весь процесс летом шел, на разные конференции, я, естественно, мониторю. Ну, у нас же должны быть организации, которые популяризацией занимаются здесь, там, нас за рубежом, наших российских титеистов за рубежом. И как-то, нет, были несколько организаций, я попыталась вступить в каждую. Ну, ни ответа, ни привета, как бы. Я думаю, ну вот обидно. Ну, организации подобного толка. Подобного толка, конечно. А ты говорила, что занято название «Китайведение». Да. То есть какая-то есть организация. Я сейчас дойду до этого. Их много. И когда мы уже пришли к моменту создания своей, доросли немножко, мы пошли в реестр смотреть. А там, кажется, еще больше. Но кто они, что они, чем занимаются, то есть никакой информацией. Очень много таких мертворожденных организаций, которые очень часто создают по большим поводам, там, вузы собираются. Но при этом организацию создать – это дело нехитрое. Это абсолютно несложно. Работать? Вот это да, вот это интересно. И мы хотели, когда я выходила с этой идеей к разным коллегам, коллеги говорят, да ну, что это такое, профсоюз, нам не надо. Я говорю, нет, понимаете, мы же с вами китаисты, давайте объединяться. Там делятся. Зачем объединяться? Но мы постепенно переломили вот это отношение к ассоциации как к непонятному чему-то. Потому что действительно вместе можно сделать гораздо больше. Каждый вкладывает немножко своих ресурсов, и вместе у нас получаются очень крутые мероприятия, на которых еще больше людей объединяются. Они там приходят, они знакомятся, потом проекты рождаются новые в бизнесе, в науке, в других сферах и так далее. То есть мы хотели стать такой площадкой объединения китаистов, чтобы мы могли начать общаться внутри своей страны, больше знать друг о друге. Таким образом мы смогли бы лучше позиционировать себя за рубежом, потому что я считаю, что китай-ведение российское, оно входит в самый топ по всему миру. И мы могли бы помогать тем, кто работает с Китаем. Ну, там уже бизнес у нашего, например. Потому что сейчас мы развернулись на Восток, прям такой очень мощный конкретно. Специалистов мало, и мы делаем все, что можно вообще. Нельзя, сдаем ресурсы, каналы, мероприятия, помогаем, консультируем, чтобы вот это вот взаимодействие, оно прошло лучше, быстрее, легче. Это вообще такой классный момент зацепиться. Но это было бы невозможно, если бы мы начали пять лет назад объединяться. Постепенно. Сколько сейчас человек в вашей ассоциации? Мы не разглашаем эту информацию. Да, у нас есть ряд позиций, которые мы не разглашаем. У нас, мы приближаемся к первой сотне. Это те, кто являются членами ассоциации. Но мы изначально, это был такой, мы первые... Какие есть обязательства у члена ассоциации? Быть поддержкой и опорой для ассоциации. Этого достаточно? Этого достаточно. На самом деле это не так уж и мало. Это реально... Иногда бывает прям работа у нас. Члены участвуют в организации мероприятий. У нас был в ноябре форум. И многие члены приняли прям непосредственно участие как организаторы. Наши контракты с вузами, наши всякие разные отношения. Это все благодаря нашим членам. То есть мы как бы соединяем вместе вот эту сеть и продуцуем что-то новое на ее основе. Но это все, конечно, очень непросто. Это прям требует очень много работы. И принципиально наша позиция была, что мы будем самостоятельными полностью. То есть независимо от какого вуза или организации. Потому что мы провели целое исследование. Сколько должно быть членов организации? К чему нужно присоединяться и нужно ли? В общем, мы вывели для себя эту формулу успеха. Мы пока ей пользуемся, пока фу-фу-фу работает. Поэтому мы считаем, что мы молодцы. Очень актуальный вопрос. Госпрезидент Ассоциации избирается или он навечно назначается? Нет, он избирается раз в пять лет. У нас все как положено. Может меня поздравить, меня переизбрали. Меня переизбрали в конце прошлого года. В конце прошлого. Я тебя поздравляю. Спасибо. Выборы существуют. О Китае. Когда ты в первый раз была в Китае? В 2008 году. В последние дни окончания Олимпиады. Я первый раз приехала. Да. Олимпиада в Пекине. Та самая, которая всех поразила церемония открытия. Безумная абсолютно. Так. И какие твои первые впечатления были? Вау. От Олимпиады или от Китая? От Китая. Мы приехали. Это была первая стажировка. Мы были первыми, кто поехал на эту стажировку. И я помню тот момент выхода из самолета на рукав. И там уже этот пекинский воздух. Это жара, август. Там такой специфический воздух. Я помню, я вдохнула. И вот это ощущение, что теперь все будет хорошо. И оно меня все время поднимает, когда я выхожу в Китае. Не знаю, что-то есть в этом воздухе. Несмотря на то, что было трудно. Не всегда просто решать какие-то бытовые проблемы. А что было самое трудное в первые дни? Мы потерялись в первый день. Мы потерялись в первый день. В смысле, как приехали? Да. В тот же день вечера мы потерялись. Мы не могли найти наше общежитие. А, вы пошли гулять? Мы пошли, да, ужинать. И это было в нескольких кварталах. А когда нас таксист обратно привез, он нас привез не в тот кампус. Мы не знали, что там несколько этих кампусов. Привез не в наш кампус. А мы даже не помнили, как выглядело наше общежитие, если честно. Мы помнили, что это было высокое здание. Дороги стоял Ну, как бы мужик, дерево рядом еще были И два часа мы искали Свое общежитие Весь китайский язык, что был у нас в головах Мы все отработали В первые же дни Стажировка была с первых часов Самое ценное Это было очень страшно Не сразу, сначала было весело Потом через полтора часа стало страшно Ну, смотря как вы ужинали Если ужинали Обычно, то возможно было да Ну, нет, просто было страшно Что мы никогда не найдем в своем общежитии Что нам придется позвонить декану И сказать, что мы потерялись И, в общем, это будут проблемы Нас вернут обратно, скажут, что мы недостойны стажировки Но мы нашли общежитие в итоге Мы вспомнили, что у нас есть ключи, карточки На них изображение здания И мы приставали к китайцам Говорили, вы видели это здание И так мы и нашли дом 2008 год уже в китайских общежитиях По карточкам, да, проходили? В некоторые, да, у нас было общежитие Очень классное для иностранных студентов Скорее, больше похоже на двухзолочную гостиницу Чем на общежитие Нам там очень понравилось Не все общежития после этого были такими же Были попроще общежития Я сейчас вспоминаю, 2008 год Московское метро Мы бросались уже тонечки? Нет, наверное Нет, у нас все тоже было не настолько плохо У нас уже были карточки проездные Бумажные в метро Но в целом впечатления были Как от очень крутого города Был вычищен перед Олимпиадой Бегин как Москва по размерам? Больше Больше Но по архитектуре очень похожа Кольцевая архитектура По строению города И застройка новых территорий кварталами Но единственное, что они сначала строят дороги Потом кварталы, а не наоборот Вот Но меня поразили розы Мы ехали из аэропорта И там такие эти стакады, стакады Понятно Но я не вожу машины Поэтому мне эти стакады Классно, но неинтересно Но розы вдоль разделительных бордюров Между дорогами меня потрясли Цветущие розы Я такого нигде не видела Хотя, к тому же, военный момент Уже было в разных странах Но что они цветут И что это розы Я прям была под сильнейшим впечатлением И это что-то вроде нашего Ну, условно, третьего транспортного кольца Да, то есть Вау Но это было временно Потом закончилась Олимпиада И в город вернулись люди Открылись заводы И вернулись люди А что с ними делали во время Олимпиады? Все было закрыто Людей максимально из города Там был въезд по четным-нечетным номерам машин Напоминает Олимпиаду в Москве Восьмидесятого года Да-да-да Я думаю, что они черпали вдохновение оттуда И, конечно, Пекин стал совсем другим Экология стала гораздо хуже И уже на вторую стажировку Я тоже была в Пекине Конечно Я подумала, что моя последняя стажировка в Пекине Больше не хочу туда возвращаться И там долго так жить Но Пекин для меня довольно близкий город Мне было там очень комфортно Потому что, когда у тебя архитектура такая же, как в родном городе Ты себя чувствуешь очень-очень удобно Автобусы Мне поразили автобусы Да, давай, какие ты еще открытия сделала? А что с автобусами? Во-первых, они очень часто ходили Это был тот период в Москве Когда в Москве были дичайшие пробки Автобусы можно было ждать часами Маршрутки еще тогда существовали Ну, в общем, такие были дикие времена В Китае маршруток Немножко по-другому это выглядит Мы на них не ездили сначала Автобусы там, пять минут ждешь Думаешь, да сколько можно ждать уже этот автобус? То есть вот такой Пять минут — это длительное ожидание? Потом это все изменилось, конечно В худшую сторону, к сожалению Тоже пробки, пробки же Мы же приехали, не забывай Мы приехали в олимпийский город Город картинка, город мечта Поэтому там было классно, конечно Меня потрясли сочетание полного деграданса с хай-теком То есть когда у тебя тут стекло, бетон, стакада с три этажа И тут хыжи над дядей Тома Такая же картина была, собственно, в районе Москва-Сити Я помню, когда там стояли уже Ну, собственно, несколько лет назад даже такое было Не знаю, есть ли я думаю То есть стоят небоскребы, а рядом хрущевки Они прямо вот рядом стоят Хрущевка — это как бы еще ничего А там прямо хибара Прям вот хибара То есть там такая крыша Я не знаю из чего, с каких веток она сделана Такие покосившиеся стыль Понятно, что это просто очень старый домик Это было, судя по всему, далеко за городом Но он просто пока еще не снесен Но все равно этот контраст, он, конечно, впечатлял Потому что у нас здесь на тот момент хай-тек был Ну, Москва-Сити, пожалуй, больше хай-тека у нас не было А там хай-тек в том моменте уже много где поставить успели Сейчас там его еще больше Ну, вот эта вот разница, она очень сильно бросалась в глаза Когда ты выезжаешь там, словом, за шестое Пекинское кольцо Там такая деревня была Ты попадаешь вообще в другой мир абсолютно Возвращаешься, думаешь, ух ты, 21 век Оп, 80-е годы, 20 века Любопытные ощущения Китайцы иероглифы вокруг поражали, конечно, воображение Манерами своего поведения Не всегда приятными Иероглифы везде Это, ну, просто везде Это так как Ты вроде ходишь Везде надписи по-русски, по-английски Не обращаешь внимания А тут ходишь и везде иероглиф Их раньше не было, как бы везде были другие какие-то надписи Да, тут бац, везде иероглиф Еда иероглиф, проездной иероглиф Все иероглифы Поначалу, когда только начинаешь изучать китайский язык Это, конечно, мозг просто О, перезагрузка Мы исчерпали все ресурсы Ну, как будто в этом смысл стажировки, да? То есть даже не приехать в какой-то университет в Китай А просто погрузиться в эту среду Везде иероглифы Начать их читать, понимать, воспринимать Абсолютно Эти запахи специфические Эти люди, которые везде почему-то кричат И до сих пор спускаешься Вчера спускаешься в метро Поднимается навстречу пара китайцев Столько шума Вот они вдвоем разговаривают Это здесь было, в Москве, вчера Вчера в Москве Сколько у нас... А ты можешь китайцев опознать чисто внешне, да? Когда они орут на всем метро, конечно Это несложно, совсем я научу Нет, внешне тоже их не всегда Но можно опознать Они выделяются в сравнении с остальными азиатами И не так... Они не кричат, они просто разговаривают Что перекрикивают вообще всю толпу Ленинградское шоссе Ленинградский проспект, да? И, в общем, всю окружающую московскую действительность Два китайца, поднимающиеся из метро Я встретила однажды на Павелецком вокзале Ну, вокзал, шумнейшее место в городе Китаец Он был один Он достал телефон, ну, судя по всему, искал банк И он, значит, открывает карту И как бы сам с собой говорит Так где же это находится? Ну, я его слышала через пол вокзала Вот этот шум, который поражает А я себе знаешь, на чем я думаю на мысли, что любая... Ну, для тебя-то китайская речь, она... Ну, как бы вторая родная, по сути, ты понимаешь ее А вот если я слышу не родной язык Ну, даже английский язык в целом Я как бы не идеально его воспринимаю Кажется, что люди говорят громче То есть, когда говорят на русском, кажется, что норм На любом чужом языке И поэтому всегда есть реакция местных москвичей На, грубо говоря, рабочих мигрантов Которые едут в автобусе, что-то обсуждают И люди на них так косты А они просто на самом деле говорят на другом языке На самом деле, не совсем так Китайский язык... Кричат все-таки Он громче, да? Там по-другому немножечко гласный выглядит Их нужно шире открывать рот, условно говоря В целом, на самом деле, в Китае китайцы очень шумные Я помню, меня попросила знакомая Говорит, я приеду в Москву в следующую неделю Можешь снять, во что там люди одеты? Ну, я иду, значит, с телефоном Тоже на вокзале дело, там люди садятся в электричку Ну, представляем, да? Сотни людей топают, маршируют в эту электричку Тишина слышно, только топот ног Я ей отправляю, она говорит Что у вас там тихо так? Я никогда не задумывалась, что у вас так тихо Оно действительно очень тихо А, в Китае общаются? В Китае очень много вот таких громких общений Они это не воспринимают Они это привычным образом используют Не знаю, там, в общественном транспорте, на улице Но они действительно громче, чем мы Это просто другая культура По-другому выглядит общение между людьми И если... Но это знакомые между собой люди общаются То есть, возможно, они просто, ну, какими-то группами Ну, говорю, если мы поедем, наверное, с тобой в электричке И вот со всей сиреночной группой Мы, наверное, сядем и будем что-то обсуждать Да, но она сразу покосится И мы видим эти косые взгляды И мы притушим свою группу Но если мы еще будем в каких-то таких интересных грубых формах Что-то обсуждать Точно высадят с электрички У нас как-то вот есть любовь к тишине Я это много... Постоянно я же в электричках поблюдаю Какая-нибудь бабушка сидит, смотрит без наушников Ещерин говорит Что мне наушники одеть? Что-нибудь такое Кто-то громко разговаривает по телефону Больше, чем на 30 секунд А что вы тут в общественном месте находитесь? В Китае нет Это такая норма Так у нас детей гасят уже в год-два Когда они начинают кричать У них говорят Что ты кричишь? Все же мальчик мимо меня идет Ты же в автобусе Мама, что ты орешь? Тихо Это, конечно, ужасно Но это же гасит очень сильный Да, это плохо Но вот у нас такая культура В Китае это не встретишь Но за счет этого формируется ощущение Как будто все такое свободное, расслабленное Все такие доброжелательные Это дикодисциплинированные люди Целого, да То есть, на мой взгляд, если мы, например, ребенку запрещаем А просто он же орет не чтобы орать Он же просто так себя проявляет Если мы ему запрещаем это делать регулярно Мы, по сути, ограничиваем его естественную свободу И он в итоге становится таким довольно-таки уже замкнутым Каким-то, возможно, ведомым в какой-то степени То есть это, конечно, и воспитанием можно назвать Можно назвать, но не знаю Мне вообще кажется, дети, которые орут в общественном месте Мне кажется, им заранее объяснили, что так делать просто не нужно Потому что ребенки в Китае тоже, на самом деле, в общественном месте не орут Вот так, чтобы прям очень сильно беспокоить остальных граждан Мне бывает, конечно, это же дети Они очень естественные Но в Китае в целом к детям относятся более трепетно, мне кажется, чем у нас Там не встретишь такого, что мама дергает все время Ну, бывает, но очень редко дергает все время Мама говорит, как ты себя ведешь, что ты делаешь То есть как-то высказывает ему на публике Во-первых, это в целом не очень принято на публике ругать кого-то Ты теряешь лицо, собеседник теряет, в общем, все плохо У нас почему-то это совершенно нормально Отчитывать кого-то, ругаться, повышать голос даже На посторонних людей, я уже не говорю про своих родных Мне кажется, это настолько невежливо и у нас выглядит Тут какая-то, ну, не деревня, конечно, но как-то, ну, люди, это общественное место Давайте соблюдать какие-то нормы морали В Китае же долгое время действовал закон о том, что один ребенок получает госгарантии Да, одна семья, один ребенок Не разрешено просто больше иметь, если будет больше, их не зарегистрируют И будешь еще в штраф оплатить Ну да, то есть рожать можно было, но это как бы супер Но не нужно То есть пердика была невыгодна, а потом закон отменили Нет, не то, что невыгодно, запрещено Это тут немножко другое Можно было спрятать такого ребенка в деревне, но у него ни паспорт, ни страховки То есть вообще, то есть сложно очень Известный режиссер Чанкай Гэ, у него четверо, по-моему, детей Он очень известный человек, но ему пришлось заплатить штраф за своих детей И вообще там все, большой скандал был на самом деле Сейчас разрешено, сейчас запрет такой снят Конечно, за этот период к детям относились там как к императорам Но это порождало определенные проблемы с воспитанием Но сейчас это очень быстро нивелируется Потому что у многих этих подростков появились младшие братья-сестры И в целом китайцы, они такие очень семейно ориентированные То есть да, условно говоря, в этой семье один Но этих семей там, не знаю, несколько Они там все родственники друг с другом И получается, что он как бы не совсем один Ну, конечно, ему больше внимания, чем если бы их было трое Поэтому дети очень послушны Это послушание, оно впитывается Как-то с детства И хотя я видела плохо ведущих себя детей Мои знакомые такого ребенка Ну, на полтора миллиарда есть, что плохо Был товарищ Ну, это же зависит не от национальности, не от страны Это же просто другая история Какой самый продолжительный отрезок жизни ты провела в Китае? Я никогда не проживала год без возвращения домой По разным причинам Ну, наверное, сколько полгода То есть каждые полгода Это много Это уже не туристы, не стажировка даже, да? Это была стажировка такая У меня была годовая стажировка И вот я через полгода вернулась домой Чтобы сдать экзамены И уехать обратно Ты хотела бы жить постоянно в Китае? Я, наверное, не смогла бы Мне бы хотелось жить там какое-то там Несколько месяцев, полгода, может быть, год Но я не смогла бы там жить без возвращения или без выезда Это не потому, что китайцы такие необычные Или мне это как-то раздражает Мне в целом довольно тяжело постоянно находиться в одном Вот этом замкнутом культурном пространстве Особенно, когда оно чужое Оно все равно воспринимается как чужое Ты можешь к этому привыкнуть Я со многими вещами свыкла Как тебе плюют, когда ты проходишь Но они, да, харкают на землю Да, это отвратительнейшая вещь просто в мире, мне кажется И мы научились делать взгляд, стрелу Такой, когда ты поворачиваешься Человек, который, там, ты слышишь, как он начинает процесс И он такой И мы это научились делать в Китае Но все равно От, условно говоря, климата до общения с людьми Оно все немножко отличается Я не могу сказать, что оно лучше или хуже Оно другое Со временем от этого устаешь И тоска по родине Она свойственна всем русским Со временем Хочется вернуться домой Но при этом ты возвращаешься здесь месяц-два И ты жутко хочешь обратно Просто безумно хочешь обратно И вот это проблема Это всегда проблема Ты постоянно хочешь туда А потом там ты хочешь обратно Я начинаю лучше понимать наших классиков Ну, тогда сейчас поговорим туда-обратно Сейчас вроде как идет речь О каком-то развороте России на восток В усилении взаимодействия с Китаем Прежде всего Как ты считаешь вообще Китай и Россия Вот эти две страны Две цивилизации Две истории Насколько вообще Что может получиться в итоге Какой потенциал у наших отношений Или знаешь, какой вопрос Меня на рынке Как вообще китайцы смотрят на русских На Россию Они как воспринимают Россию По-разному Ну, в целом позитивно Очень позитивно Здесь все очень сильно зависит От того, на самом деле Как ведет себя лидер государства Потому что это первое лицо Представитель своей страны И наш президент китайцам очень нравится Потому что он проявляет Все те качества Которые очень уважают в Азии Был даже такой период Я помню, приезжаешь Ну, такси Садишься за аэропорт И понимаешь Да откуда вы? Из России О, Путин! Путин молодец! И ты пока едешь до отеля Слушаешь, какой у нас Замечательный президент Обычный таксист Он как бы никем не проплачен Не обязан был Но бывали такие случаи Когда они сравнивали Даже с Си Цзиньпином И не в пользу последнего Там были такие проблемы С одним островочком Со скалой в море С Японциным В общем А мы в этот момент Присоединили Крым Мне кажется Ну, как-то в общем По времени это было близко И китайцы такие Вот молодец! Молодец! Потому что их задело Что они вот Они как бы Это их скала Но как-то яркой позиции Поэтому не было выделено Их это немножко задело Мне кажется Как нацию В целом И в целом Проявляет сильные Лидерские качества Китайцы это обожают А вот Что касается Обычных русских Нас считают Очень Красивыми Нас считают Очень суровыми У нас есть Кликуха Боевая нация Это из-за климата Или из-за истории Это из-за истории Скорее Причем даже Текущей истории В большей степени Ну так если подумать То да Мы такая очень Боевая нация Потому что мы Не боимся решать Какие-то вещи Проблемы То есть Ну надо Мы сейчас решим То есть Мы выходим К опасностям К трудностям К вызовам Лицом К лицу И Ступить в драку Это что там За проблема Такая не проблема Китайцы Не то чтобы Они от этого Все бегут Но они всегда Стараются найти Такой путь Который бы удовлетворил Всех При минимальном Вот этом вот Опасном контакте Поэтому 101 Китайское предупреждение Красные линии С Тайванем И так далее То есть Они не склонны Доводить все до конфликтов Мы склонны доводить Это тоже не совсем Наши национальности Но если нет выхода То мы как бы Спокойно к этому Относимся Более-менее Китайцы Они стараются Все время Получили теперь Такое вот Кличко как Боевая нация Не то чтобы Это было обидно Нет Но мне кажется Можно было бы Получше Для нас придумать Но в целом Китайцы позитивно Чему Россия Могла бы поучиться У Китая Ну а русские У китайцев Многому Вот например Вот так Сейчас быстренько Поразмыслив Это топ-3 Например Топ-5 Топ-200 Многому Ну во-первых Наверное терпение Умению ждать Это и в политике И в жизни И в экономике Очень важно А во-вторых Позитивности И связанное с этим Уважение к самому себе Потому что как ни странно Мы русские Все время себя ругаем Вот мы ругаем И свою страну И себя Во все что нас окружает На всех уровнях И этапах И делаем это еще И при посторонних Ну словом При иностранцам Обожаем просто Это делать Китайцы Они не такие Они тоже могут Критиковать свое государство Но они никогда Не будут это делать При тебе Потому что Ну как Это же Себя самого обижать И они безумно гордятся Что они китайцы Просто безумно Это ничем Никак не связано С национализмом Или какими-то такими вещами Но они очень гордятся Своей культурой Своей историей Вот я китайц Я этим горжусь У нас как-то Это Пропало Мы сейчас пытаемся У нас это возрождать И мне кажется Это очень важно Гордиться С собой В хорошем смысле Это слово Что еще Спокойство Терпение Спокойство Потому что Китайцы Они такие Очень часто Спокойные Хотя в Китае Об этом так и не скажешь Что-то ругаются Кричат Особенно дороги Да там Допустим Перекресток Едет фура Едет автобус Едет маленькая машина Гужевая повозка Все вместе В одну кучу Все бибикают Орут из окон Но никто Не делает Вот как у нас любят Я там Типа главный На дороге Я никому не уступлю Потому что китайцы Когда сюда приезжают Они все время в шоке Говорят Зачем он так делает Когда он включает Последнюю космическую Тра-а-а Пролетает Мне китайцы Зачем он так сделал У него машина сломалась Нет Он показывает Что он самый крутой На дороге Они такие Зачем Как это вообще Соотносится С действительностью А у них Такая свалка Из всего и вся Но при этом Нету Покорюженных Разбитых машин Все По чуть-чуть Дружечку пропускают И мне кажется Это какая-то Философия Такая жизненная То есть Это же огромные толпы Безумие Безумие Иногда бывает На дорогах Но нету Не знаю Затоптанных людей Передавленных людей Каких-то очень Частых Сильных Это бывает В разных местах Не пинаются Все спокойно Мирно Идут По чуть-чуть Но идут Это На самом деле Когда поживешь Долго Это тебя внутри Так гармонично Выстраивает Что ты становишься Такой Как это сейчас Принято говорить Над Зенем Ресурс Расслабленный Сюда приезжаешь Здесь такого нет Здесь такое Все время Быстрее Быстрее Скорее Скорее Бежим Кто-то самый крутой То есть У нас ритм жизни Быстрее Чем у китайцев Да Сюда прилетаешь Даже в Пекине У меня все время Такое ощущение Складывается Сюда прилетаешь И ощущение Что здесь движуха Постоянная движуха Здесь прям Вот Центр Принятия решений Там Тоже Вроде же Принимаются решения Там тоже Очень динамичный Образ жизни Люди Ночами работают Днями работают Но там За счет общего Гармоничного состояния Не знаю Ритм жизни Очень гармоничный Обед должен быть Пропустил обед Это Худшее доказание Для китайцев Когда вечером Китайцы говорят Я сегодня Даже Не обедал Но у нас Скорее Я сегодня даже Не завтракал И весь день Китайцы Я сегодня Даже Не обедал Представляешь Какой ужасный Сегодня день То что он Позавтракал Это 100% Все без ряда Но это как будто бы История про терпение Смирение Что если я трудолюбивый Нет Терпение Смирение Я тружусь То я имею право Обед Обед Это важный Для меня То есть я его заслуживаю Это ритм жизни Ты почему-то должен Лишать себя удовольствия Порядок нарушается Конечно Порядок Порядок Гармонию Все испортил Своим отсутствием Обеда У нас когда Всегда приезжают Делегации Наши любят Такие Ну что Давайте Без обеда Поработаем Зато Быстренько Сейчас все Порешаем Как без обеда Поработаем Почему Зачем Себя лишать Таких Простых Человеческих Радостей Мы сейчас Пообедаем Отдохнем А потом Доработаем Не успеем Поработаем Завтра И мне это В них безумно нравится Хотя я бы Наверное Так не смогла Пожить Я так не живу Я живу Постоянно В таком Вихре Событий Но это Очень здорово Это очень полезно Поэтому они живут Долго Спокойно Вот за счет Этого Мне кажется Во многом Да Это крутая история Это классно Что китайцы Могут Получиться у нас Даже не знаю Сейчас надо Наверное Спросить китайцев Что им здесь нравится Наверное Каким-то европейским чертам Лица Которые мне свойственны Потому что Я чем больше Углевляюсь в Восток Тем больше вижу в нас Эти восточные черты Именно в русском этносе И вижу Что мы реально Находимся посередине Поэтому нам Не всегда бывает Комфортно в Европе И понятно Их поведение Потому что У нас действительно Азии достаточно много Но европейские черты Например Культура поведения В общественных местах Мне кажется Китай Если бы это было так Было бы Вообще замечательно Каких-то Таких вот наших Особенностей Связанных Наверное С воспитанием С религией В целом С нашей культурой Не то чтобы Им стоит научиться Но нам было бы проще Если бы они Были чуточку На нас похожи Но с другой стороны Если бы они были Похожи на нас Это уже были бы Не китайцы Это уже были бы Другие люди Но так Всегда есть чему Получиться друг у друга Они обожают Наше искусство Мне оно тоже Очень нравится Не буду Скрывать Мне наше искусство Нравится Чуть больше Чем китайское Китайское мне нравятся Всякие там Вазочки Тарелочки Прикладное искусство Живопись Музыка Наверное Я что-то в этом Не понимаю Мне нравится Больше наше Европейское И многие китайцы Со мной согласны Они тоже Любят европейское Искусство Они очень Удачно Сочетать умеют Своё И европейское Китайское кино Какие-нибудь Современные Невероятные Дикие боевики Я не смотрю Китайское кино Меня заставляют Студенты смотреть Китайское кино Потому что Они всё время спрашивают Что вы нам порекомендуете Приходится Что-то такое Посмотреть Я бы смотрела Известных режиссёров Потому что Вот кстати Кино Китайцам Было у нас Получиться Сценарному Мастерству Драматургии И тому подобное Потому что Кино Это же Это не просто Картинки Не просто Тексты Диалоги Происходящие события Это глубокий сюжет Который ты раскрываешь В зрительных образах И не у всех Это хорошо Далеко получается Ну боевички Понятно Спецэффекты Китайцы Конечно Очень высоко Поднялись В этой планке Ну когда там Снимается Тысяча картин в год Это понятно Что ты должен быть Самым лучшим Из этой тысячи Но вот Глубоко Драматургичный Когда ты посмотрел И чему-то Он тебя научил Это кино Вот этого в Китае Очень мало Несмотря на Огромный рынок На огромное Количество Снимаемых картин Просто как Из-под конвейера Выходящих Каждый год Притом что есть Большая киношная история В Южной Корее Да По соседству И в Японии Но при этом Китай Он такой более В Китае тоже есть Как бы свое кино Которое не считается Там лучшим Я не скажу Что у нас в России Много снимается Хорошего кино Нет Это тоже не совсем так Но у нас есть Такой золотой фонд Который Вот ну Согласись Какое время Эпоху ты не смотришь Снято оно Предположим В 60-е Оно актуально Смотрится и в 23-м году В 2023-м году В Китае Такого Я пока не встречала Есть известный режиссер Их фильмы Конечно Золото Но их очень немного Этих картин Поэтому Я когда спрашиваю Что-то посоветую Могу посоветовать Классику Посмотреть Ну Она современная Классика Двухтысячные уже Годы А так Чтобы каждый день Она или специфичная Очень Такие прям Китайские реалии Которые надо С справочником смотреть Или с китайством Говорят А это что они делают А это почему так Или они такие странные Что ты когда смотришь Думаешь Нет Ну интересно Но как-то очень Очень странно Так что В искусстве Во многих направлениях Мне кажется Им чтобы быть Более международными Более понятными У нас В нашей зоне Европейской Конечно стоит у нас Чему-то научиться А так Китайские Она классная Прикольная Но очень странная Я ни разу не был в Китае Если я вдруг решил поехать в Китай Дай совет Куда лучше поехать первый раз И куда лучше не ехать первый раз Такой вот Человек-болван Первый раз едет Ничего не знает Я думаю надо Главное не куда с кем Надо ехать с тем Кто либо в Китае уже был Либо с тем Кто работает с Китаем Потому что То как тебя проведет везде И расскажет И даст объяснение Человек-специалист По этому региону Не важно Может быть даже студент Который там учится Но он как Больше в теме Это совершенно другие ощущения Чем когда тебя водят Просто по экскурсии Ты чуть-чуть не знаешь Что происходит Чем они делают Так или иначе Можно начать с любого места С Пекина можно начать Такие большие главные Известные Разрекламированные До совмечательности Надо выбирать Во-первых Не иметь никаких ожиданий Ничего не смотреть предварительно И быть готовым ко всему И ни от чего Не выстраивать Сразу свое отношение То есть Быть готовым Что может Вообще быть Вот реально Любая дичь И надо быть к этому Спокойно настроенным К этой дичи Потому что Китай Он такой же разный Как Россия Это как Все равно Что куда лучше Первый раз поехать в Россию Смотря Как бы Что ты хочешь Ты хочешь просто Посмотреть Десять замечательность Ну Москва Санкт-Петербург Там не знаю Сочи можно тоже съездить Калининград Другие места Или ты хочешь посмотреть Как реально в России живут Но это совершенно другой маршрут И тут лучше с россиянами ехать Чтобы они так Во-первых И защита И проводники Китай такой же Он очень разноплановый Очень многообразный Очень сложный Мне например Шанхай не очень понравилось Почему? Потому что он такой весь Он такой европейско-азиатский Современная Азия И такая Европа Конца 19 Начала 20 века Эти красивые Постройки Высотные уже Но в целом Мне он показался Какой-то Холодный что ли Какой-то очень Не азиатский Недостаточно азиатский Пекин Он такой очень патриархальный В этом плане Город Он такой историчный Хотя там очень многое сносится Но неважно И хай-тека там навалом Но он такой Очень Азиатский То есть Ты же ездишь в Азию Посмотреть Азию И города поменьше Они прям совсем Азиатские Тиньзинь Это город Рядом с Пекином Когда ты устал В Пекине От всего азиатского Приезжаешь туда А там Дома в английском стиле В итальянском стиле Это бывшие концессии Этих наций Ты немножко так отдыхаешь Возвращаешься обратно в Азию Поэтому Смотри что нравится Везде можно подобрать Можно на море подобрать Это будет морской Китай Он совершенно другой Приморский Патриархальный Китай Он специфичный Древний Китай Исторический Мы сегодня обсуждали С коллегами Маршрут Сейчас обговариваем В горы И там Монастыри Вот эти вот Красивые Горы С голыми вершинами Поднимающимися Из моря облаков Это зелень Бешеного цвета Это Полная архаика До сих пор В деревнях Частично Не затронутая Даже цивилизация Современного века Что ближе Туда и надо ехать Для начала А потом уже По кусочкам Китая Мысленный чемоданчик Собирается Поехали Поехали Я прям очень хочу Этим летом Поехать Едем Все, едем Пакуемся Чокаются в Китае Вот так Серьезно? Если большой круглый стол Да Даже на день рождения То есть день рождения Все-таки Ну не вставай же Там огромный круглый стол Ну да Поэтому все это так С соседей Можно утекнуться Прикольно Ну или классное Изблюдение Не надо вставать Не, можно встать Если ты очень уважаешь Человека Мне что потрясло На переговорах За столом Это когда Индивидуальный тост Тосты обычно Они же общие А в Китае Принято Помимо общих Еще индивидуально То есть ты встаешь Берешь свой Букальчик Ой Подходишь Подходишь К человеку Которому ты хочешь выпить А ты должен Если это делегация Тужен каждому Подойти выпить Тяжелая штука На самом деле Переговоры Это просто что-то страшное И ты подходишь Конкретный человек Говоришь ему Что-нибудь приятное Хочу с вами выпить И тут надо Правильно соблюсти Какое место ты ударишь Его стакан Потому что Чем ниже ударишь Тем больше уважения К нему появляешь И поэтому Это бывает такая игра Типа Кто-кто ниже Успеет ударить Вот Китайцы очень часто Типа Это очень важно Это очень важно Потому что Если ты По своей Европейской традиции Типа Я сам все знаю Лучше Это выглядит Как неуважение На бордершафт Да Бордершафт Я кстати в Китае Ну как-то не встречала Пока еще Хотя я думаю Тоже есть Поэтому в Китае Ты должен с каждым лично Потом со всеми вместе В какую часть стакана Нужно ударить Чтобы показать Что ты очень сильно Уважаешь человека Это очень сильно А То есть своей верхушкой Ну то есть чем твой стакан ниже Тем больше Ты уважаешь человека Но при этом Они начинают Каждый соревноваться Кто успеет ниже Ударить в нижний Да То есть это бывает Прямо весело Застольная вообще Тема Это Это Квинтессанса Просто китайских традиций Это очень сложная штука Настолько сложная Что мы обязательно Всегда изучаем Когда обучаем Китайскому языку Потому что это То с чем ты столкнешься Сто процентов И то где на тебя будут Смотреть все китайцы Где ты сядешь Как ты будешь говорить Что ты будешь есть Как ты будешь держать палочки Будешь ли ты говорить С набитым ртом Или не будешь Будешь ты так чавкать Или не будешь Кому кто как накладывает То есть это миллион нюансов Они это жестко соблюдают То есть как бы Во всем меняется Китайцы Они становятся Все Ну все становятся Глобализованным таким Народом На этой планете Но есть такие аспекты Еда это священность Священно действия Просто таки Где традиции Очень сильные Ну это то Что идентичность Сохраняет Из-за чего Ну да Еда Ежедневный ритуал И тут хорошо сохраняются Сами традиции Связаны с едой И с поведением Потому что там Ты не просто садишься За круглый стол Куда хочешь садиться Ты должен сесть В соответствии С своим статусом Это бывает не просто Потому что ты Даешь новую компанию Я не знаю Какой у меня статус А тот человек Который тебя пригласил Должен указать тебе Твой статус И нельзя говорить Ой не Я хочу там сесть Это как-то грубо Я когда в гости прихожу Я честно Я вообще Кто где селит Не китайцам А вообще В любом месте Потому что Даже в любых семьях Так принято Конечно Но в Китае Это же в ресторан Ты приходишь Не дома Дома на самом деле Они редко Приглашают домой Не часто Ну во-первых Квартиры не такие большие Как хотелось бы И во-вторых Принято кушать В ресторанах Это не очень дорого Но это всегда Хорошая еда Это красиво В гости уже хочешь Всегда что-то такое Позитивное Оставить впечатление Они в своей Ободранной квартире Правильно И у них принята Кабинетная система В ресторанах Очень популярна Это удобно Когда там Большие компании приходят То есть не open space Open space тоже есть Но я же говорю В Китае это очень шумное Когда сидишь В таком open space И все места заняты Это что? Что? Напиши мне Бывает сложновато Поэтому кабинеты Они очень удобны Для компаний Там они сидят Выпивают Не знаю Все что хотят Делают В рамках разумного И соответственно Там дверь Ты должен сесть В отношении Двери В соответствии Где там Самое главное сидит Ты с какой Должен со стороны Сесть Я всегда прошу Китайцев Меня посадить Правильно Чтобы я Ничего не нарушила Но это тоже нормально Потому что Они же меня пригласили Если бы я их пригласила Я бы рассаживала Но я так не делаю Вот Я в целом На самом деле Всегда в Китае Люблю Когда меня приглашают Китайцы покушать Во-первых Они всегда закажут Все самое вкусное То есть Сто процентное попадание В блюдо Никогда не ошибешься А во-вторых Они постараются Заказать Такие вот Местные какие-нибудь Особенности То есть Еще второе Сто процентное попадание Ты попробуешь Еще и местные деликатесы Ну в-треть Они платят Кто приглашает Это платят А где в Москве Можно вкусно Покушать Китайскую еду Вот Недавно Мне как-то Пристрастилось К месту На Китай-городе Там есть Старый Сычуань Ресторан Их вроде как Сеть в Москве Мне понравилось Во-первых Там готовят Явно китайцы Во-вторых Там очень разнообразное Меню Там есть Очень много Самых По вкусовым ощущениям Позит Кисло-сладкий Там Кислый, сладкий Острый На любой вкус Плюс Там в принципе Не очень дорого Потому что китайские рестораны Они довольно На дорогое удовольствие И порции большие Это сейчас здесь Очень важно В Москве Потому что Мы же везде Урезают порции Даже в китайских ресторанах Старый Сычуань Старый Сычуань Но есть Есть очень классный ресторан Салюкс Как раз В Ботаническом саду Здесь не очень далеко По-моему Они там уже открыты Не планируют Переехать Они очень дорогой ресторан Они очень вкусно готовят Есть Сегменты дешевых Например Есть такой ресторан Чихо Чихо Это лакомка По-китайски А они по-русски Пишут Чихо Это Сеть маленьких Ну назовем их Кафешечек Таких прям Маленьких Но они находятся Они в корнерах есть Я так понимаю В этих Я, честно Не помню В фудкортах Да Если честно Не помню Есть они в фудкортах Или нет Я знаю Что они есть На Покровке Просто очень много В Москве Они есть на Покровке В центре Их очень много Таких вот Улочках С большей проходимостью И с маленькими Магазинчиками Всегда стоять Чихо Они вкусные У них не очень большое меню Но те позиции Которые они отобрали Они их интерпретировали Немножко В бизнес-ланче Потому что У нас как Мы привыкли заказывать На себя В Китае Ты кушаешь Обычно компании В ресторан Ну ты можешь тоже сам прийти Но ты просто Такое блюдо Можешь сам не съесть Вот Поэтому приходит Обычно несколько человек И тут они переработали Там типа порция риса Там мяса Там еще что-то Это в нашем таком стиле Но при этом Они хорошо готовят Вкусно Ну и в целом У нас например В ассоциации Есть Мы собрали базу ресторанов Китайских по России Отбирали в сети У кого нету роллов Потому что Мы придумали новую Как это Примету Если в китайском ресторане Заводятся роллы То все Списка уже надо Учеркивать Потому что Потому что роллы У них нормально У них нормально Если у них будет Трож Мы конечно их убираем Из этого списка Но в целом В Питере больше Так что В Питере больше И там В целом Вот моим ощущением Как-то китайцам Больше Может просто город меньше И на улице Чаще встречаются Но там В Питере просто едут Польша Больше Больше В любое время года Можно увидеть группы Экскурсионные Особенно в музеях Да И там вообще Как-то мне с ресторанами Больше нравится Чаще в Москве Там авторских много Таких необычных Даже просто Любой другой кухни Ну и китайские рестораны Там есть Держат китайцы И такая Больше аутэтики Они дают Ну и Дальний Восток Там конечно Бесспорно Вообще лидеры И по объемам порций И по стоимости И по качеству ингредиентов В Москве как-то Специфичный город До еды Тут у нас царствуют Пиццы и роллы Восток Горлы Так что Но китайские тоже есть Можно поесть Сейчас китайцы приедут К нам массово Туристическим образом Откроются Эти Столовые рестораны Обслуживающие Китайских туристов Они же закрылись Все во время И появится больше мест Где можно прямо Прийти и съесть Все Нормальное И недорого Финальный вопрос Последний Если бы ты сейчас Своей вот сейчас Головой Вернулась бы В студенческие годы Что бы ты изменила Мне такой вопрос Что никто не задавал Что бы я изменила Я Я бы наверное Просилась на третью стажировку Но уже когда-нибудь На юг Я не знаю Я наверное бы Ничего не изменила Так кардинально Может быть Еще бы лучше Училась Хотя я училась Хорошо Наверное Я бы Заставила себя Больше Хотя куда Уже было Больше Я не знаю Заниматься активной Какой-то Ходить Организовывать Хотя если честно Так сейчас думаю Этого и так Было очень много Я не знаю Я бы наверное Купила доллар По 30 И юань По 5 Вот это я бы точно Сделала Я до сих пор Себя ругаю Что я это до этого Не сделала Вот Надо было Тогда это сделать Сейчас было бы Большой профит Третья стажировка Доллар по 30 И юань За 5 Спасибо Да Спасибо Быстренько обсудим Подкаст с выпускниками О жизни После учебы В университете Субтитры создавал DimaTorzok